всем привет вы на канале mergeo life и я поехала в очередной свой рейс на москву да 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 опять москву но скоро уже скоро друзья буду вас радовать рейсами в другие города так как уже наступает зима пора пора выбираться куда-то подальше потому что постоянной загрузки выгрузки но сами понимаете зимой это не лучше не лучше скажем так работа поэтому лучше куда-нибудь ехать подальше с чего я решил начать свой ролик решил я и начать с шин грузовых дело в том что у нас полная каша у многих водителей с давлением грузовых шинах то есть все по-разному качают и это абсолютно правильно потому что у каждой марки грузовых шин есть свой регламент до какого давления необходимо качать те или иные шины но кроме этого я столкнулась еще с проблемой разности давления калибровки давление в манометрах у меня сейчас на данный момент три манометра потому что я очень сильно заморачиваюсь по поводу давления в шинах так как шина сейчас у меня здесь стоят michelin и соответственно я знаю что эти шины вообще могут выхаживать до 4000 если к ним хорошо относиться то есть если постоянно следить за давлением если калибровать давление в соответствии с нагрузкой то эти шины ходят очень очень долго ама они michelin multi energy но они даже позволяют экономить я ролик у меня был на канале можете посмотреть что они действительно экономит топлива вот какое же давление в шинах качаю я но на рулевые колеса по регламенту michelin и я качаю восемь с половиной значит размер у меня 315 на 70 я не любитель батонов я люблю обычные рулевые колеса на ведущих давление у меня в шинах составляет но регламент michelin семь с половиной я где-то держу 7 и 7 вот так вот 7 и 8 и соответственно на прицепных колесах 385 на 65 давление составляет 9 вот так вот друзья очень часто сталкиваешься тем что у нас в шиномонтажах везде скажем так разное показывает разное давление мало того что что у меня там три манометра не показывает разные так еще и на шиномонтажах показывают тоже разные значения и как же с этим бороться так вот есть манометр который мне тогда еще порекомендовали michelin кто вот тоже такой же заморочистый как я то рекомендую его приобрести я так понимаю что найти его конечно целой истории я вот сама как раз поисках вот этого манометра потому что а уже вот сейчас кстати заезжала на шиномонтаж мне тоже им мерили и но я ему доверяю если конечно он не падал потому что манометр очень тоже чувствителен ко всем вот этим падением может биться калибровка то есть такая штука должна быть в любой компании которая занимается грузоперевозками и это все конечно весь золото потому что давление нужно регулярно проверять от этого зависит жизнь шин грузовых вот так что вот такие дела поделилась с вами немножко своими заморочками я знаю что у многих такие заморочки особенно у тех у кого эти шины у кого машина собственности и шина им от обходится из своего кармана они там как сказать барского плеча многие напишут а бакс был с плеча барина в моем случае барыни поэтому в любом случае на давление нужно обращать внимание я уже проехал от талашманово и осталось мне только поесть и все и можно будет до места сегодня дорулить я сегодня поела на первый раз на сегодняшний день подошел подписчику гостил шоколадочкой спасибо большое подсластил мой день так сказать все можно катить дальше всем утро доброе я на складах и я никак не могу попить кофе потому что меня постоянно гоняют от склада к складу то туда-то сюда очень выгрузка будет одну складах первый вот этот вот склад посмотрите здесь асфальт нет грязи классно конвейера основном рф выгружается в общем тут меня выглядят и я поеду другой склад и а потом меня уже есть загрузочка если не встала так вот друзья лучше заранее пить кофе чем потом вот так вот не попить кофе так я уже выгрузилась утро доброе и уже еду на погрузку выгрузилась я на складах новоселках склады огромные классные вообще все 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 супер виде асфальт вообще бы да действительно многие писали что надо уже переходить на такие склады но к сожалению ставки как правило где хорошие выгрузки там очень маленькие ставки ну не маленькие скажем так заниженные ставь а то подумайте что я за копейки езжу нет я сейчас за копейки не езжу я на копейки лучше на ухо сижу сейчас я еду на погрузку у меня будут стройматериалы верхняя погрузка ну обычно так и бывает что туда я еду загрузка занята в москву а из москвы уже что-нибудь загружаю или боком или верхом сейчас еду по м2 по симферопольскому шоссе время уже обеденное и я на погрузке обеду и после обеда меня должны загрузить вот в магазине взяла плов мне даже в этом погрели так что не надо даже заморачиваться с подогревом пищи я приехала с рейса даже успела выгрузиться и сейчас я нахожусь в гараже купили мы приобрели вот такие вот диски алюминиевые вот этот вот уже начали полировать это только еще первозданном виде то есть его еще даже и не трогали так полиролька полиролька но я не знаю конечно чуть за полиролька в общем сейчас вам немножечко под сниму что вообще получится в итоге можно на приступать уже тут начали и сейчас продолжим вот сюда на первом этапе используем соду и сар но ферри обычная такая вот смесь получается и вот это будет получается теперь первое первое как сказать первое проход ну да на первоначальном этапе первоначальный этап все это смешиваем и пробуем вот такой он по идее должен получиться и должна там отражаться вот он уже здесь приближается к такому состоянию он должен весь такой быть в идеале мы посмотрим что что выйдет не успели немного вчера диски дополировать но ничего я вернусь из рейса продолжить сегодня вот опять я поехала в очередную свою командировку прогу погода но не очень в общем погода время 20 минут первого на погрузке надо быть до трех и что самое такое вот нервозное что две точки загрузки их две и надо успеть загрузиться в двух местах трех часов дня постараюсь уже лечу тут опять простояло на переезде нашем гавриловки ну все кто в нижнем новгороде знают что теперь переезд очень коварный там можно встрять минут на двадцать потерять время там опоздать на работу на учебу кстати никита был одноклассник который в школу он жил сам в гавриловке и в школу ездил в нижний новгород и вот он всегда когда опаздывал на уроке всегда свалил на этот вот гавриловский переезд что он там простоял хотя но не всегда это было так потому что мы поезды понятное дело что он ходит по некому расписанию там в основном товарные поезда ездят и но убываетесь попадешь что надолго так ну все на одной точке закинулась я а летами полетела на следующее время время 1315 вес пока 4 тонны это для меня не серьезно в общем осталось мне час 45 минут на все про все успеть тут недалеко ну все я везде успела я молодец меня грузят сижу в машине на склад нельзя так что только машина вот качается видно как качается машина купил сел такую накидочку на водительское сидение чтобы было потеплее впереди зима немножко утепляюсь к зиме в общем грузусь и стартую время 1607 я все успела загрузилась вес 20 тонн еду до города клин еще не до места ну нафиг не поеду старая стала друзья мои до ночных всяких этих приключений доеду я наверное до стоянки рожков и завалюсь к этом спать батюшки это что такое знак временный в пиндюрили блин и вот раньше не было вот это поворот главное что гибдд не стали приложением к этому знаку самое интересное на въезде его нету на круг и он только недавно появился этот знак и все фуры на эту улицу это когда у нас нет чернореченская называется вот этот знак я только сегодня увидела до этого ездил этого знака не было интересно сиди с чем он установлен и что же получается что объездная города твержинска ограничение свыше 12 тонн через сам держит тоже нельзя ехать фуром знак а грузовым запрещено вопрос как тогда быть вы получаете на очереди номер от выезжать совсем не логично с учетом того что очень много промзон твержинске то установка этого знака вызывает большие большие вопросы хоть он и временный я думаю конечно это очередная наверное прикормка буду знать что там знак висит такой буду за ним наблюдать по крайней мере это на ютубе или вендо фигуре где это заслужит забивай марго лайф увидишь там такая белая скамейка мергиолайф мергиолайф не марго я забил увидел то есть мне там все записано уже мергиолайф мергиолайф вы так правило л인데 сергеола там Может провозил, сфоткаешься, но пока пробка-то, ну, там сейчас справа будет стояночка, сфоткаешься, а точно сколько клешу-клешу тебя еще не разу не видел, а тут такая, такая ситуация в пробочке, и, блин, прикольно. По-любому, ну, бери, и не хочешь показать? Тебя часто узнают на парковках, на стоянках, на заправках. Ну, бывает. А ты влогер, да, что ли? Ну, типа того. Я не скажу, смотри, я вам могу, как она номер порвала, тент порвала. Да, качку вложат. У всех ошибки бывают, никто известно, не делали. Тент, не, не, я порвала, мне порвали, так меня выгружали, металл. Тут либо убегать, либо, там, я не знаю, металлом башку отсечет, так что здесь вариантов немного. А ты металл не вози, вози что-нибудь более попроще, и тоннаж поменьше, а то двадцатку по-любому таскаешь, не тяжко. А ставку ты мне накинешь за простые грузы? Вот тебе и так просмотры есть, и так зарабатываешь, получается, на ютубе, так что что-то приблизяешься. Так не все так просто, ты думаешь, что блогеры миллионы, что ли, зарабатывают на этих просмотрах? А он богатый пиздец, кстати. Да? Мне даже приятно. А мне нет. Ну, вообще, вот сколько вот получается, вот, допустим, с этого видоса? Примерно. Ну, допустим, там, вообще, от чего зависит? Чем больше просмотров, тем больше комментариев, тем больше заработок или как? Ну, конечно, тем больше просмотров, тем больше заработок. А ты сюда уже да, сколько ты получаешь? Это там не секрет. Это коммерческая тайна. А ты мне нахрен ничего. Где мы свои делаем? Все. Ну, смотри, какой я. Все хочется, что, блядь. Редген Зугу, блядь, сейчас просит. Так, вот так. А ведь, ну, короче, тут начались баталии. Не, ну, а что он такой драться? Может быть, я стану блогером? Вот так же, будьте меня узнавать вон на дороге. Все. Прикольно, прикольно. Ну, так становись, кто же тебя не велит-то? Сейчас, знаешь, сколько их блогеров развелось на Ютубе. Сейчас каждый второй дальнобойщик блогер. В чем тут проблема-то? Как говорит наш дорогой шеф, Михаил Иванович, путь железа не отходя от кассы. В общем, едем мы с Сергеем. Что-то мы тут решились. Оказывается, что он устроился туда, куда хотела строиться я. Еще до проекта «Феникс» я уже практически устроилась компанию «Глобалтрак» и должна была в Москву ехать на стажировку. И вот прямо все у меня накануне разладилось. Очень смотрите ролик. Смотрите на канале, мои ролики. Там все про это есть. Серег, а вот расскажи, почему все-таки ты в «Глобалтрак» устроился? Что тебя сподвигло именно в эту компанию? Как у тебя выбор упал именно сюда пойти работать? На перецепку? Работа же не самая простая. Ночи не спать. Я просто пошел работать сюда. Потому что, во-первых, я живу в Держинске. И это самая приближающая контора, как бы, к моему городу. Пришел, спросил, ну и водителя, это требуется. Сказали, нужно будет ехать на Держинск, устраиваться на работу. Я согласился, отъезжал на свой счет. Устроился. Все за руль. Стали мне обещать показывать, как все куда. Стал кататься один. Сначала прокатился с человеком. Мне все объяснил. И стал кататься один. Как раз новая машина. Вообще, в принципе, я пошел в зону, что машина новая. Новые машины. Они не ломаются. Надежность. Зарплата хорошая. Обещали 60 рублей. Даже выше. Мне кажется, для длиннобойщика это, наверное, самое лучшее, что можно пожелать. Работа нравится. Мне кажется, что здесь все прям плохо. Работа легкая. Ты довольна. Приехал, перецепился, уезжал. То есть не нужно загонять машину по грампу, сдать документы, загрузки. Здесь просто приехал и уехал. Я думаю, что для многих водителей это будет, наверное, самая актуальная работа. Вот. Значит, ты пошел в Global Track работать, потому что, ну, понравились условия, и получается, что ты уже работаешь год, и, ну, все нравится. Да, да, все верно. Я думаю, даже остался здесь на постоянку, надолго. Потому что я так думал, а вот вдруг не понравится, уйду, а куда пойду. Ну, Global Track вообще отличная компания. Мне все нравится. Не собираюсь уходить, будет работать. Буду стремиться, там, покупать себе что-то такое, ну, там, квартиру, допустим. То есть, сейчас пока живу, знаю, в съеме. Вот, сейчас можно покупать всю квартиру. Это только работаю, это сделать, в принципе, нетрудно. Вот. Можно кипотеку взять, но это уже будет совсем другая история. У меня, видишь, у меня тоже мог получиться такой же опыт, как у тебя, а получилось так, как получилось. Понятно. Ну, то есть, ты сейчас, получается, до базы, перецепляешься и поехал в Чебоксары. Прийди, все. Нет, я сейчас приезжаю на базу в ноги, перецепляю, все на борту в Дзержинск. Следующий семенчик садится, а Дзержинск едет в Чебоксары. Там отменяется, то есть, прицеп идет дальше. За короткое время, получается, прицеп, который, груженный товаром, грубо говоря, там, до Семени, то есть, он, груженный товаром для Семени, прицеп идет по 2 дня. То есть, любой другой водитель, который ведет, то есть, если одногенский, грубо говоря, с перецепом, он не может перейти товар за 2 дня до места. Вот. Голл-трек могут товар доставить за 2 дня. Перецепами легко. Ну, это выгодно как экспресс, то есть, груз, соответственно, доставляется быстрее. Человеческий фактор здесь играет уже более-меншую роль, так как тебе там не надо спать, ты будешь, получается, спать уже дома. А сменщик, соответственно, без перерыва повезет прицеп с товаром в следующий город. Вот. Понятненько, понятненько. Ну, а как вот на метане тяжело? Часто заправки заправляться? Или ты уже привык? Я уже привык. То есть, в принципе, заправок, конечно, мало, но я уже переносился. И в Держинске я заправка, и в Тарехузуево, и в Тарехузуках, и в городе. Тебя были вообще в компании вот при твоей карьере, при твоей работе, были какие-то форс-мажорные обстоятельства? Не только у тебя, может быть, у твоих коллег там в компании? Да, был коллег один, который машину ловил, ушатал, то есть, как бы прям целиком, полу, все. Мажоры, как сказали в компании, и страховались все. Вроде как, все нормально, все пошло, то есть, родитель, то есть, живой, здоровый, но так получилось, спрашивал, ушатал. Ну, вот, не бывает, все, не бывает. Дотянула я вчера до 107-й, и сегодня с утра проснулась, и прям такой ветер сильный, хоть и солнышко с облаками, но ветер прям пронизывающий, даже не хочется мне на улицу выходить, только попить кофе и ехать. Но мне выходить надо, потому что мне надо расплачиваться, взять чек со стоянки. Ну, я вчера заплатила, а сегодня, как перед отъездом, надо карточку там или чек взять, чтобы выпустили. И сейчас допиваю это, пью кофе и еду на разгрузку. В этом в Солнечногорске пошел ледяной дождь. Это не град нифига, это такие вот, типа мелкие льдинки. Мелкие-мелкие. Вон, видно. В общем, если будет минус, то на дороге может образоваться ледяная корка. И это очень опасно. О, видите. Я думаю, конечно, это облако. Скоро все закончится. Он очеканивает даже. А может, это и град все-таки мелкий. Походу, я заехала с той стороны. На выгрузку. Такая вот узенькая у меня такой проезд. Хэ-хэй. Как обычно, буду проезжать там, где никто не ездит. Мишален такой у меня на резине. Э-хэй, давай, попробуй, рискни. У меня губенду улыбается. Ну ладно, что, давайте. Попробуем, что ли. Все равно я уже не развернусь. Должно же я здесь убраться-то. Да нет, там широко, нормально. Все должно быть нормально. В маленьких машинах вот так много понаставили. Где наша не пропадала, как говорится. Так, ну ладно, хоть не туда мне заезжать, а только сюда. Тушку, да, не шло. Он муравейник какой-то. Главное не задеть. Главное здесь вот по углу пройти. Ой, мамочка. Ну все, вроде я даже прошла. Ну все, я думаю, выгрузку. Все, все вроде нормально. Везде проехала. Никого не задела. Окна, правда, у меня загадились. Надо окна эти, стекла помыть. Зеркала. Вот у меня чашки-ложки гремят, друзья, вот в этом шкафу. А то некоторые опять будут писать, а это подвеска гремит. Нет, это ложки-вилки. Чашки гремят на втором ярусе. Это не подвеска. Как многие там пишут, ересь. И, кстати, я опять опаздываю на загрузку. У меня загрузка до 4. Все как обычно. Все как я люблю. Не успела разгрузиться, а уже опаздываю. Ну что ж, бывает. В общем, я так торопилась на погрузку, что думала, все, я опоздаю. Оказалось, что я приехала в таможню. И тут, смотрите, какой коллапс. Вообще кошмар. Тут негде не пройти, не проехать. В общем, тут машин, наверное, 300 стоит. Вообще просто-просто ужас. Мне сказали, что меня найдут. Но как меня здесь будут искать, это, конечно, очень большой вопрос. В итоге я тут стою, жду. Непонятно, чего в море погоды. Вот такие дела. Я уже собралась ехать. Вчера переночевала в Покрове. Сейчас вынулась, поеду. Меня просили камеру показать. Ну а что, собственно, показывать? Вот камеры. Несколько каналов. Сейчас приключу. Надо попасть еще. Спереди, в принципе, то, что стоит. Сзади вот пломба. Но я обычно сзади оставляю вид. И еду. В общем, все. Можно стартовать. Воздух накачался. Можно ехать. Вчера грузилась селятина. Ну, там народ было много. И один мне на погрузчике выкаркнул, что девушка-длинобойщик – это не девушка. Но в глаза, к сожалению, он мне это не сказал. Я думала, что он мне скажет это в глаза. Но он мне в глаза это не сказал. Поэтому, дорогие друзья, кто будет там грузиться, передайте погрузчику, что такие мужики – это не мужики, а ущербные какие-то люди, существа, ущербные. Так что будете там грузиться персонально от меня, передайте, пожалуйста. Спасибо. Ну что, друзья, я дома. И, как обещала, показываю вам, что у нас получилось с дисками после полировки. Ну, вот так они выглядят теперь. И второй диск. Ну, а как они будут смотреться на машине, вы увидите в следующей серии. Всем пока и удачи вам на дорогах. Субтитры сделал DimaTorzok